всем привет друзья в общем тепло это жара дневная дает о себе знать все цветет все растет все находится в таком прекрасном состоянии но уже здесь розы частично они цветают в там в углу мне появилось что-то на такой похожий может быть на клематис или просто клеток фланца вот очень хорошо разросся виноград и уже некоторые стебли уже прищепил вот выше не надо расти пусть она развивается здесь внизу и в середине закрывает в общем делаю такую на живую изгородни очень хорошо подрос куст который находится возле нашего домика это кишло жберы ну такое декоративное растение весь пошел в зелье в этой части тоже у нас роза они цветают некоторые убежали наверх вот но я думаю что некоторые красивые розы я сделаю здесь прививки чтобы у меня здесь были нижние побеги чтобы как бы как бы вот эту вот всю часть вот она заполняла вот сделаю прививки в этой части клумбы у меня приняла принялась моя мята перечная и должны еще повылазить мелиса я надеюсь вот атаки я перекопал вот это вот место у меня получается фацелия как в виде удобрения наход находится внизу частом перегнивает а сверху вот находится клевер 8 хорошем состоянии находится саженец моей яблоньки ее в приствольном круге растет лук сивок и всходят тагетки это цветы и приблизительно насколько здесь уже где-то вот вид наверное сантиметров 50 она уже дала прироста где их немножко формирую делаю так чтобы они располагались горизонтальной короче к земле вот некоторые уже это вылезли можно не использовать я допустим беру так раз прижал к земле веточку и в таком значит состоянии но у меня растет но кроме того что я нижней ветви так вот делал здесь еще некоторые веточки подвязал чтобы они это тоже располагались горизонтально но и не так и в принципе так и делают для чего это нужно на горизонтальных ветвях быстрее вступает в плодоношение дерева здесь уже в принципе все цветет это у меня тоже зеленое удобрение можно перекапывать измельчить все это перекапывать и засеиваю чем другим вот как и в этой стороне то же самое можно в принципе перекопать часть оставить вот подсолнце они тут растут вот и засеять чего-нибудь другим отравка опять несмотря на жару хорошо растет единственно вот этот место это от нашей крыши крыши здесь лежала лист и она там у нас побелело и также хорошо отозвались на полив на удобрение малина пошла в рост особенно покупные сорта вот который я буду размножать вот но малины может быть в этом году я увижу но совсем немножко совсем немножко малины как бы так у нас нет здесь у меня начинает цвести летники летние цветы здесь тоже это скорее всего многолетние летние цветы вот и также здесь на клумбе я высадил летние цветы очень много чтобы было что можно будет потом тоже перекопать заделать в почву чтобы это все перегнило в общем это вся молодая поросль которую всходит это все летние цветы интересно несмотря на то что это дерево болеет на нем есть какие-то плоды похожие на персики что такое в принципе не знаю но если еще говорить о яблони то на яблони есть плоды это несмотря на то что я купил в этом году но несколько плодушек и оборвал ну вот и она еще дерево само скидывает слишком много вот тогда веточка получается она не растет и очень тяжело и и лучше всего по обрывать чтобы дерево пошло в рост ну как видим сразу отозвалась пошло в рост ну вот а то стояла почему-то не росла моя клубничка она здесь густится там очень так хорошо я вырезаю старые листья выкидываю их но она все равно в общем буйно растет это вообще хорошо отзывается на влагу на удобрение которые там находятся вот единственное что вот эти вот кустики они немножко запаздывают в развитии если здесь получается северная сторона растут меньше но растут то здесь как бы они еще в таком полу спящем режиме скорее всего не хватает света вот тепла до достаточно света не хватает нужно будет смотреть какое другое место для клубнички здесь у меня начали цвести в горшке тоже летние растения фацелия тоже наверно относится к летним растениям вот который кстати у меня там очень очень много даже наверно скоро я перекопаю особенно в том месте по цели картошка немножко под развалилась такие кусты были прям хорошие но немножко развалилась также смородина она сильно не растет потому что у нее там должны вызреть ягоды поэтому как бы вот выросла и все и стоит на одном месте перец очень сильно подрос прям новые ростки пошли также начинает созревать красная смородина скоро уже попробуем красную смородину вкус наш арочный опять очень сильно разросся мы его подстригали ну вот опять нужно подстригать розы распустились наши красивые ждали они такие бархатные тоже летние цветы здесь в этом месте рядом с морковкой ну и здесь тоже должны были цветы и вот насчет глициней ее нужно и нужна какая-то опора потому что вот начинает ствол виться уходить наверх в общем нужно посмотреть какую-то опору вот хорошо вырос крыжовник морковка тут подрастает но она довольно-таки часто тут сидит и уже скоро нужно будет редиску собрать в этом месте ну и там у меня находится тоже цветы очень хорошо подросли помидоры буквально за последние сутки они выросли на сантиметров 15-20 они некоторые сорта уже обогнали свои палки ну вот много помидорков уже висят некоторые еще как бы думают еще цветут петрушка у меня зашла в таком интересном месте и появилось очень много гороха прям такие кусты все стручки все наполняется все становятся толстым в общем все растет влаги достаточно сейчас листья раскрутились я им дал фосфорное калий удобрение вот и она потихоньку потихоньку впитывается и я смотрю что листья начали разворачиваться а то были совсем завернуты ну и на влагу на полив на уход отозвались огурцы пошли как говорится в рост вот в этой части я все перекопаю в общем фацелию и высию чего-нибудь другое а вот голубой лен оказались такие нежные белые растения которые тоже будет как удобрение действовать ну и между льном и между фацелию у меня сидит жимолость мы купили посадили вот здесь будет в виде кустарника в общем постепенно здесь земля удобрится может быть какие-то небольшие кустарники будут у нас в этой части или также какой-нибудь огороде вот зеленые массы от фацели будет даже предостаточно ну не знаю может быть тоже горох еще успею высеять а может быть посеять опять сидираты какие-нибудь пусть пусть растут может быть куплю себе горчицу желтую горчицу она тоже очень быстро сходит тоже дает очень много это зеленая масса но здесь все сейчас по цели она только-только вот как говорится зашла и здесь гудеж стоит в общем пчелы отсюда переместились в эту часть не собирает здесь медик здесь у меня тоже не несколько помидорок сидят вот помидорки какие-то такие интересные плотные помидорки но вот это вся часть тоже представляете это все под перекопку но вот тоже сколько будет зеленых удобрений даже что-то еще цветет горох нами какой-то цветет вот вот в принципе и все что хотел показать так крупных изменений нету мы перекрыли крышу вот положили новую сюда сюда еще будем что-нибудь вложить ну что тоже уже все из куда он соответственно на даче пока что бедлам на все валяется все непонятно где чего лежит смотрите какая здесь клубничка это вообще откуда огромные такие лопухи все это стремится куда-то вверх да это все южная сторона нужно развернуть чтобы с другой стороны тоже немножко это подросли ну и значит я высаживаю он не высаживаю делаю посадочный материал уже кое-что завязалось хорошо но здесь прям все лопушится и лопушится мне самому нравится единственное не знаю мне казалось что это ну что это этот виноград но походу это не виноград а непонятно какого россияне кто знаю что такое скажите виноград это или не виноград то что-то непонятно ну и совсем немного остается здесь черешни мы уже не собираем вот потому что основную массу мы собрали все остальное на поели эти птицы птицы все это собирают вот ну и в общем решили не лазить за единичными ягодами но их все равно остается тоже много можно в принципе снять вот видите в этой стране хороший 2 черешенки большие крупные сейчас можем помыть и насладиться вкусом